Мы начинаем. Тема сегодняшнего нашего медиатока, которая интересует всех и в зале. Я вижу медийное сообщество, и очень приятно, что некоторые приехали из других городов даже. Я надеюсь, что вы будете принимать активное участие в сегодняшнем обсуждении. Сегодня мы будем говорить о том, как редакционная политика сочетается, либо не сочетается, конфликтует, либо сотрудничает с коммерческой составляющей. Конечно, монетизация сегодня очень важна для медиа, особенно для тех, которые не находятся на государственном обеспечении. Поэтому тема важная, и я очень рада, что сегодня она у нас происходит. Я вам представлю сегодня наших спикеров. Это Александр Владыка, онлайнер, редактор отдела «Люди». Это Марина Золотова, главный редактор «Тутбай». Олеся Жук, коммерческий директор портала «Ситидок». Микола Шакель, соучредитель, а также редактор «Ситидок». И Андрей Левковский, главный редактор «Комсомольской правды» в Беларуси. Я предлагаю вот так с места в карьер начать наше сегодняшнее обсуждение, наверное, с такой темы, которая интересна всем и обойти которую не получится, поэтому мы с нее, наверное, начнем. Итак, представим такую ситуацию, что рекламодатель, который уже размещал рекламу в вашем медиа, и вы к нему уже привыкли, притерлись, у вас хорошие взаимоотношения, и вдруг каким-то образом, как у нас вводится, он создает какой-то скандальный инфоповод, и вы, как медиа, не можете обойти этот инфоповод стороной, и должны вы разместить какую-то информацию о том, что произошло, каким-то образом среагировать, и какова тактика может быть редакции, и каков опыт ваших коммуникаций в этой сфере, я прошу ответить, потому что я думаю, что если это нереальный рекламодатель, то вполне возможно он может стать вашим потенциальным рекламодателем, поэтому эта тема касается, наверное, каждой редакции. Ну, я, наверное, начну по порядку. Александр, как у вас такие ситуации разрешаются, если есть информационный повод, и он довольно скандальный, с брендом? Наверное, на нашей редакции чуть проще, потому что со времен создания манифеста онлайнер ничего не поменялось, а журналисты не будут чувствовать ни угрызения совести, ни каких-то обязательств перед рекламодателем, поскольку ничего не брали у рекламодателя. Реклама занимается коммерческий отдел, который к редакции не имеет отношения никакого, находится в другом конце коридора, поэтому о том, что наш это рекламодатель или не наш, ну, регулярно же появляются, как говорится, скандальные поводы, ну, обычные новости, назовем это так, о крупных компаниях в том числе. Периодически я вижу, что у нас баннерная реклама появляется от этих компаний, но никаких обязательств ни нам не спускают, не упоминать что-то или обходить конфликтные какие-то материалы, поэтому, наверное, может быть, у коллег более интересное какое-то мнение об этом. То есть у вас вы, в общем, преследуете такую цель, как удовлетворить интерес читателя? Ну да, мы же как многотиражка на заводе когда-то, наверное, была. Завод зарабатывает, а многотиражка работает, пишет. Я прошу сейчас, да, просто говорить по очереди и желательно в микрофон. Я тоже хотела начать с вопроса Александру. То есть у вас не было случаев, когда у вас рекламодатели из-за ваших публикаций снимали рекламу? Были. И что дальше происходило? Давайте. Возможно, я не помню, я не знаю, вернулись ли мобильные операторы к нам. Но это старая история еще. Я тогда даже не работал на онлайнере. Возможно, это ранние нулевые. Они уходили. Когда онлайнер был сугубо писал о digital lifestyle, о мобильном мире, уходились, разворачивали. Но это же показатели, скорее, незрелого рынка рекламного, чем некомпетентности редакции или журналистов. Были. Уходили. Но мы не знаем об этом. То есть до редакции эта информация не доходит. Наверное, есть другие рекламодатели, которые занимают их места пока что. Как у вас? То есть с начала нулевых у вас рекламодатели не снимали рекламу? Не снимали? Не снимали. Были случаи. Александр, говоришь, что были такие случаи. В 2014, 2016 и так далее. Более свежие примеры какие-то были? Ну, мы запускали проект «Тайный гость». И ребята из отдела технологий тестировали мобильных операторов. Ходили в офисы, услуги. Это были звонки какие-то. После этого я знаю, что были недовольства их стороны. И была снята реклама. Ну, была и была. Я понимаю, что косвенным образом рекламодатели тоже платят нам зарплату. Но как-то вот у нас работодатель пока что не тыкал в это. Я думаю, что именно о правилах и о давлении со стороны рекламодателя мы будем говорить еще позже. А давайте сейчас вот рассмотрим вот именно вот эту ситуацию информационную со скандалом. Я знаю, что вот у вас, в общем, появляются статьи также. Ну, здесь все совершенно верно. Александр сказал, что, в общем, журналист должен в первую очередь заниматься своим делом и не думать о том, что там скажет коммерческий отдел или рекламодатель. То есть если есть какой-то объективный факт, и это серьезный факт, уголовное дело, банкротство, какая-то несправедливость работодателя, нашего рекламодателя по отношению к какому-то своему сотруднику и так далее, то, естественно, мы будем об этом писать. И игнорировать вот такую серьезную информацию из-за того, что этот субъект наш клиент мы не будем. Другое дело, что последствия в нашей практике бывали. Да, и, конечно, коммерческий отдел в этом плане себя ведет достаточно мудро. То есть он не приходит, не говорит, ах, ну что ж вы наделали, безумцы, как же мы будем жить без этого клиента. Но, естественно, вот такие неприятные случаи у нас бывали неоднократно. Ну поэтому мы хотя бы взяли за практику просто предупреждать отдела рекламы о том, что вот у нас готовят, вот там, допустим, завтра вот выйдет такая-то статья, имейте в виду, вам могут звонить клиенты, ну чтобы они просто были готовы к там, к обороне, держать удар. Потому что бывает так, что там, допустим, клиент звонит в рекламный отдел и спрашивает, а что ж вы про нас написали, мы же ваши клиенты. А сотрудник рекламного отдела, как бы он даже и не знает вообще, о чем речь. Он на Тутбай сегодня не заходил, он, например, вообще в отпуске или там занимается какими-то другими делами, собственно, рекламу и продает. Вот, но вот такая история. Спасибо. Давайте мы спросим у Ситидога, как у вас со скандальными инфоповодами. Вы про, вот, например, вот хорошо все кейсы скандальные с рекламой прокатили и вода, и Марк Формель. Ну, да, с водой там была такая ситуация, они у нас не размещались, но тем не менее мы ее пили и пьем. Микола Шакельс, учредитель Ситидог Бивай. Да, как-то так получилось, что во время скандала с водой у нас был этот поставщик, и мы до сих пор его не меняли, все нормально. Но мы их не рекламируем. Что касается вот таких кейсов, скорее у нас срабатывало несколько наоборот. Вот у нас, когда были входящие заявки на рекламу, ну, тут немножко элемент внутренней кухни на размещение статей, на придумывание размещения статей. Там бывало такое, что внутри редакции пару раз мы обсуждали, что, ну, этот бренд до этого вел себя некорректно в той или иной ситуации. И мы как-то вежливо пытались и отказывались в таком случае. Потому что, поскольку у нас модель монетизации – это нативная реклама, это основной наш источник доходов, то есть мы в первую очередь, и наши клиенты, ой, клиенты, конечно же, и наши читатели в третью очередь, но даже они в первую, должны верить в то, что, ну, написана не какая-нибудь выдумка. То есть нативная реклама отличается тем, что она схожа, очень родная для контента, для информационной политики самого издания. То есть если мы возьмем и будем писать про бренд, который оскандалился, и как-то его обелять, мы сами все не будем верить, и читатель нам тоже не поверит, это однозначно. А такое, чтобы не пишите про этих, потому что они нам платят деньги, такого я не припомню. Нет, ты припомнишь? Не припоминаем. Олеся, есть что-нибудь добавить по этому? Если нет? Да, давай, пару примеров, это хорошо. Ну, была история, когда к нам обращались потенциальные клиенты, например, у которых кроме прочих услуг были контактные зоопарки, поскольку мы как издание считаем это неэтичным, мы отказывались писать в целом про их бизнес. И это касается не только, в принципе, нативной рекламы, поскольку мы очень много работаем с разными дискриминационными темами. Недавно к нам приходил один бренд, который позиционировал свой продукт, как мужик должен есть мясо. Мы тоже не взяли такое размещение. Спасибо за опыт. И передаем слово Андрею. Спасибо. Добрый вечер всем. Смотрите, тут, ну, может быть, в принципе, несколько схем поведения, наверное, у СМИ, да, то есть и чем они отличаются. Но одна из схем, когда СМИ, словно говоря, не монетизирует свой контент, да, тогда гораздо проще, ну, как онлайнеры, например. Зарабатываем на каталогах, зарабатываем на чем-то другом, как бы тут задача не стоит заработать на статьях, на… Вот у нас задача абсолютно ясная и понятная, да, мы продаем информацию, мы продаем контент однозначно. Больше ничего другого мы не продаем. Неважно, как это делаем мы там в ежедневном выпуске, в толстушке, в газете там, в Абан, которая в нашем предприятии принадлежит, тоже на сайте, да, но мы продаем контент. Поэтому мы не можем работать оторвано там от отдела рекламы. Мы с ними работаем в очень плотном и тесном контакте. Мы всегда стараемся уведомить их о чем-то, да, о каких-то проблемах. Они стараются уведомить нас о своих проблемах, соответственно, ну, там, рекламодатели, которые касаются. Поэтому в данной ситуации, когда проблема с каким-то брендом, надо что-то писать о каком-то скандале, не знаю, мне кажется, те бренды, те компании, с которыми мы работаем, с ними зачастую даже проще, да, потому что проще выйти на тех лиц, которые могут прокомментировать эту ситуацию. Потому что мы всегда стараемся взять мнение той стороны, ну, второй, да, стороны скандала и написать их позицию. Если это компания, с которой мы не работаем, ну, надо как-то искать там кого-то, на кого-то выходить, да, завоевывать там, дальше уже начинает работать там, доверяют вам, не доверяют, хотят с вами разговаривать, не хотят с вами разговаривать, то с компанией, с которой мы работаем постоянно, в том числе по рекламе, с ними зачастую разговаривать проще. Снимались у нас размещения, у нас были такие случаи. Были случаи, когда у нас компании стали, там, не знаю, стоп-листом на год, на два, да, то есть они к нам вообще в принципе, когда мы их пытались набрать, наши менеджеры, они просто бросали трубку и говорят, комсомолка, никогда в жизни с вами больше не будем работать после того, как ваша редакция написала какую-то фигню про нас, да. Вот. Потом меняется там какой-то маркетолог, допустим, там, не знаю, замдиректора, который ставил этот блок, и потихоньку мы опять начинаем с ними работать. То есть такие проблемы есть, доваление со стороны бренда, то, о чем говорить, ну, конечно, да. Но тут опять же надо говорить об этих инфоповодах, надо смотреть на каждый инфоповод отдельно. Если вот, как Марина сказала правильно, там, да, следственный комитет заявляет о том, что задержан там замдиректора компании такой-то, там, за взятку, условно говоря, да, понятно, что, ну, мы об этом пишем вообще без всяких даже там оговорок и звонков там в эту компанию, «Ребята, а можно мы напишем про вашего замдиректора, не будет ли это там негативной информации про вас?» Однозначно пишем. Другое дело, появляются поводы такие, ну, условно, мы же каждый инфоповод рассматриваем так. Берем мы его, не берем, работаем мы с ним, не работаем. Очень много инфоповодов находится на грани, да, то есть мы сами не понимаем. Ну, может быть, и не надо, может быть, и не трогаем. Многие вещи мы не ввязываемся там, в принципе, да, из-за своей редакционной политики. Поэтому тут мы смотрим, где эта граница, пытаемся разговаривать, пытаемся смотреть на каждый повод и на каждого рекламодателя. То есть, ну, поэтому работаем и с отделом рекламы, редакция, дальше про редакцию говорю, плотно работаем с отделом рекламы и плотно работаем с рекламодателем. Ну, там, зачастую через рекламу, зачастую напрямую. Спасибо. И есть ремарка у Юлии Слуцкой. Это, по ходу, в зале профессионалы, и я как бы видела пару раз реакции людей, которым хотелось что-то прокомментировать. Я как раз отреагирую на слова Андрея о том, что бывает проще взаимодействовать с клиентом напрямую, чтобы там быстрее взять комментарии, и, может быть, будет в этом больше смысла. Иногда это работает действительно, да, но только в той ситуации, когда клиент адекватен, потому что клиенты бывают очень разные. Они по-разному реагируют на какие-то проблемные ситуации, которые у них в их практике встречаются. Вот, поэтому здесь какой-то универсальной таблетки лично я вообще не видела. То есть догма газеты, ведомости – это очень здорово, и мы все читали, знаем и уважаем, но работает ли это в действительности, у меня возможность обсудить это не было там с Лысовой, с той же самой. И, может быть, кто-то знает об опыте российских, каких-то зарубежных коллег, может привести примеры, я была бы очень благодарна. Есть у кого-то примеры, если кто-то обладает информацией, скажите. Я предлагаю построить наш… Российская комсомолка. Может что-то сообщить? То же самое. Я предлагаю построить вопрос из зала реплики таким образом, чтобы они четко отвечали блоку, который сейчас есть. Если это относится просто к самой теме медиатока, у нас, по ходу, будет много аспектов, и в самом конце мы предоставим вам возможность задать любые вопросы. Так что сейчас, по ходу, я прошу задавать только вопросы по теме. Если они есть, пожалуйста, представьтесь только. Это издательская группа «Дело» «Запорожец Константин». Вот хотел Андрею… Чуть-чуть ближе микрофон. Андрею хотел, Андрей, да, вопрос задать. А как вы своим журналистам очерчиваете грамки, вот вы сказали, в какие-то темы мы не лезем, в какие-то скандалы не ввязываемся, за какие-то темы не беретесь. Как ваши журналисты понимают, в какие темы вы не лезете, и какой материал, условно говоря, за красной чертой для вашей редакции? Микрофон, пожалуйста, передайте Андрею. Спасибо. Вы знаете, ну немножко, может, меня неправильно поняли. То есть не то, что какая-то красная черта, да, и вот за которую заступать нельзя. Тут я больше говорил о редакционной политике, да, о каких-то вещах. Ну, там, знаете, многие СМИ очень любят писать о всех скандалах, которые происходят где-то в Фейсбуке, допустим, да. Вот, мы очень избирательно относимся. Мы понимаем, что аудитория у нас, основная аудитория за пределами Фейсбука, да, и поэтому мы должны писать для той аудитории. И насколько интересно, нам интересно, мы сидим в Фейсбуке, мы все это читаем, в том числе на других там сайтах других СМИ, да, в самом Фейсбуке читаем все эти обсуждения. Нам интересно, но мы все-таки думаем о своей аудитории, и мы всегда думаем, переносить это дальше туда в газету, либо на наш сайт, либо не переносить. То есть вот здесь вот такой нюанс, да, не то, что красная черта какая-то. А по поводу журналистов, ну, для этого есть редколлегия, есть редактура, то есть, да, то есть люди, которые все-таки немножко смотрят так, сверху, да, то есть выше какие-то процессы контролируют сверху. Вот, журналист, ну, не решает такие вещи зачастую. Спасибо, я подведу промежуточный итог этого блока. Итак, как отметила верно Марина, что следует, наверное, предупреждать отдел рекламы о тех публикациях, которые готовятся и которые могут относиться к потенциальному, либо настоящему рекламодателю. Также, если это опыт сити-док, если не соответствует ценностям редакции отказ от рекламы, и то, что сказал Андрей, комсомольская правда, то, что зависит от продажи контента, например, да, издания, то всегда нужно очень аккуратно к этому относиться, есть масса вариантов. Ну, конечно, ко всем медиа относятся то, что всегда брать стоит мнение с самой стороны скандала. Ну, это, наверное, на поверхности лежат все эти выводы. Что-нибудь добавите, да? Да, я хотела еще встрять чуть-чуть, извините. На самом деле, вот я сказала про адекватность клиента, ну, это неспроста, то есть… Все-таки есть не совсем адекватность. История, почему клиент снимает рекламу, она может вообще быть какой-то удивительной и безумной, да? То есть, например, есть конкретный повод там, очень серьезный. Выходит публикация, с клиентом все нормально, он остается, реклама продается. То есть тут вопрос вообще в чем? Зачем клиенту эта реклама? Если ему реклама действительно нужна, а вы написали про него плохую статью, он все равно останется, да? Потому что, ну, вопрос аудитории, там, эффективности этой рекламы и так далее, да? Другое дело, у нас был случай, когда клиент снял рекламу по, казалось бы, вообще, ну, вообще нулевому поводу. То есть там история его затрагивала вообще по касательной, совершенно чуть-чуть, и он не фигурировал там, как там основная сторона конфликта. Как бы там конфликта, по сути, его не было. Ну, рекламу сняли, вот. Вот. То есть сказать о том, что вот есть там правило 1, 2, 3, 4, выполняйте, и рекламу, например, не снимут, нельзя. То есть реклама может исчезнуть по совершенно разным причинам и часто даже напрямую, независящим от работы журналистов. То есть если это рекламодатель, например, изначально был, в принципе, не ваш, ну, он пришел, и он не ценит это медиа, в которое он пришел. То есть это может быть не та площадка. Это как раз вопрос по эффективности рекламы. Ну, там вот в итоге клиент к нам вернулся очень скоро, но вот сам факт, что до этого он снял рекламу совершенно по странной причине, до сих пор я в недоумении от этой ситуации. Это та ситуация, про которую Александр говорил, незрелость рынка, да, рекламодателя в большей мере. Потому что, да, зачастую они оперируют не какими-то там медиа-показателями, какими-то цифрами, да, а эмоциями. Ну, вот не понравилось. У меня были такие случаи безумные вообще, да. Я не говорю сейчас про какие-то скандальные поводы. Условно, рекламодатель говорит, хочу стоять на левой полосе в газете, а мы не можем, ну, или на правой, извините, на правой по всем учебникам, на правой верхнем углу там, да. Мы говорим, мы не ставим в правый верхний угол рекламу, да, у нас контент выше рекламы, и он снимается. Ну, вот как здесь можно, о чем здесь можно говорить, да, это даже не скандальный повод, а просто потому, что он хотел стоять там, а редакция его туда поставить не могла. Да, я добавлю буквально минутку, есть еще вот такие подводные камни, о которых журналисты и подозревать не могут. Вот вопрос о безобидных поводах. Есть там репортаж какой-то о компании, вроде ничего страшного, но оказывается, что параллельно компания ведет там с правительством переделы рынка какие-то, там закон под них пишется или еще что-то такое. И для них вот это именно в данный момент, вот эта вот публикация, она очень болезненна, то есть вот не своевременно, месяц раньше, месяц позже давайте, но не сейчас, потому что таким образом вы даете там аргумент оппонентам их и так далее. Ну, да, от этого никак не подстраховаться. Да, действительно. Что, давайте продолжим тогда вопрос вот этого давления на редакцию со стороны рекламодателя. Какие еще могут быть причины давления, например, крупный рекламодатель запрещает работать с конкурентом, со своим конкурентом, да? Какие правила еще диктуют, кроме того, что вот желает находиться в правом углу, да? Кто сталкивался с ситуациями, когда были такие попытки продиктовать свои правила? Олеся, вы работаете с одним из мобильных, например, операторов, да? То есть со вторым вы не работаете, например. Ну, тем не менее, второй оператор у нас размещает медийную рекламу, вот, но это решение одного и второго оператора. Да, у нас нет в контракте прописанных условий, что мы не берем к себе, к размещению другую рекламу, ну, другого оператора, в смысле. А когда-нибудь вы сталкивались вообще с давлением со стороны рекламодателя? Разумеется, сталкивались, но я не буду называть. Ну, хорошо, хорошо, давайте тогда абстрактно поразмышляем. То есть вот какой у вас алгоритм работы, когда вам начинают диктовать условия, которые вам, ну, мягко говоря, не подходят? Ну, разумеется, мы оцениваем для себя риск и потенциальные размеры потерь там финансовых, вот, и принимаем решение, готовы ли мы там не размещать рекламу конкурентов. Ну, в конечном счете, обычно мы стараемся немного образовывать рынок и говорить, что мы продаем конкретные публикации, конкретное размещение, а не себя, как СМИ. Ну, как раз-таки вот эта история не размещать конкурентов, она, наверное, такая, одна из самых распространенных, с которой мы сталкивались, а больше особо про давление я не помню. Ну, коллеги, у кого есть опыт? Ну, уже прозвучал, да, вопрос. Ну, в целом, когда мы договариваемся с конкретным клиентом на размещение, мы ему продаем определенный пакет, там, например, 10 нативных статей, там, да, или такой-то спецпроект. Вот, и это не значит, что мы по дефолту подписываемся под тем, что никаких публикаций, которые могут быть посвящены конкурирующей услуге, не может появиться в нашем СМИ, потому что это очень жесткие рамки. Спасибо. Адрей, а у вас были какие-то еще дополнительные? Ну, было, но смотрите, тоже опять, да, разные ситуации немножко. Одно дело, когда с нативкой, тут все-таки можно, да, сказать, ребята, соответствуют нашей редакционной политике, да. Когда это макет, ну, принесли в газету макет, макет соответствует, там, закону о рекламе, ну, всем нашим законам, да, там, все стоят выходные данные правильные, там, ОНП и прочие свидетельства. И отказать, в принципе, мы не можем, да, рекламодать. На каком основании мы откажем в размещении макета, который соответствует всем законам нашей страны? Ни на каком. То есть вы не имеете права отказывать? Я такого не помню. Я просто не имела опыта работы вообще в рекламе, поэтому неинтересно. Мы скажем, что не соответствует на… Нет, да, могут быть замечания, там, у юриста могут быть, да, у редакции могут быть замечания. Знаете, мы раз попались макетом какой-то сети мобильных, не операторов, а, ну, вот эти салоны, которые продают телефоны, да, там что-то было к Дню Победы, что-то с плаката советского, там, мол, что-то там, то ли Родина-мать, то ли что-то за Родину такое было, да. И мы его пропустили, как бы, ну, вроде ничего не было. В итоге, и не только мы, это во многих газетах вышло, точно знаю. Вот, и потом все получили иски, потому что какие-то там ветеранская организация очередная, написала жалобу в Мининформ, в Минторг тогда еще, вот. И все отгребали там за это, да, за использование там, условно, светлого образа Родины-Матери в рекламной какой-то продукции, да. Вот, тут, да, тут мы пропустили, хотя вот в этом случае могли его завернуть, конечно, да. Но когда макет, ну, четко, там, не знаю, про услугу, там, банк, да, кредиты такие, вклады такие, ну, на каком основании можем завернуть, не можем завернуть. Поэтому ситуации такие бывают, мы разруливаемся, мобильными операторами, ну, опять, давайте, там, ну, больше представителей электронных СМИ, да, или как-то, сетевых изданий, еще пока не сетевых изданий, электронных интернет, ресурсов. Вот, я тогда про газету буду больше, потому что опыт с сайтом тоже есть, но я думаю, тут ребята расскажут много. С газетой мобильные операторы, да, ну, они говорят, ребята, мы не будем стоять на развороте, мы не будем стоять на одной полосе в газете, да, как бы. Это принципиальная позиция. Или, может, мы даже не будем стоять там через две страницы, условно говоря, да, но они не говорят, что мы вообще не будем стоять у вас, не будем размещать рекламу, просто они говорят, ну, разведите нас. Тогда мы начинаем все это двигать куда-то, там, вперед, назад, вот какие-то приоритеты. Такие жесткие условия, что мы не будем размещаться, было и такое. Но, опять же, тогда мы смотрим с точки зрения истории работы с клиентами, да. Если у нас один клиент идет давно, он постоянно у нас размещается, у нас есть какая-то история с ними, приходит другой и говорит, ребята, я тут такой новый, молодой, красивый, снимите вот этого, поставьте меня вместо этого, да. То есть мы говорим, ну, извините, на каком основании мы его снимем, мы ему не можем отказать. Тогда уже решение этого второго решать, давать у нас рекламу, либо не давать рекламу. Марина, а как у вас, что вы не делаете? Ну, смотрите, по поводу размещения конкурентов, ну, тут нет каких-то стопов, да. Ну, и на самом деле это не ко мне даже вопрос, а все-таки коммерческому отделу, Ксении Ивановой здесь нет. Вот, то есть про практику, вероятно, она могла бы рассказать, но клиент же обращается не в редакцию, поэтому я здесь не могу ничего сказать ценного, полезного. Микола, была реплика, да? Да, была небольшая реплика по поводу вот этих кабальных условий, которые касаются размещайте нас, не размещайте конкурентов. В журнальной практике, в сетидоге у нас такого нет, но я с таким сталкивался и не раз. В рекламной практике это работает так, то есть если это прописано в контракте, мы ни в каком виде не имеем права работать с другим, например, мобильным оператором, например, то есть с прямым конкурентом. Но когда заключаются контракты по каким-то спецпроектам, по нативным, интерактивным проектам, да по любому размещению в СМИ, там, как правило, таких условий в контрактах просто нет. Потому что никто трезвомыслящий из бизнеса не будет покупать, как Олеся сказала, издание, типа, вы будете теперь нам верны и только нам. Поэтому этот вопрос как-то он сам по себе снимается. Другой вопрос, что конфликты бывают еще не только вот на этом поле договора, контракта, но и на поле закона о рекламе. Потому что достаточно часто представители, не часто, но и нередко, скажем так, представители брендов пытаются продавить такие вещи, которые запрещают закон о рекламе напрямую. И они говорят, вот наши юристы считают, что это не будет нарушением закона о рекламе или там каких-то других постановлений. Здесь в любом случае мы достаточно четко знаем по своему опыту, поскольку мы достаточно долго работали как рекламная студия, зная закон о рекламе. Вот эти вот ключевые пойнты, на которые мы можем напороться, мы знаем. Но в любом случае, если есть какие-то опасения, в первую очередь сама тема идет к юристу. Если есть опасения на той фазе, когда уже материал готов, ну упоминание чего-то там, лекарственного препарата, медцентра или способы лечения там чего-нибудь, бессонницы даже, да. Вот тогда этот текст уже с конкретно этим выделенным абзацом или даже целиком идет к юристу. И все равно даже несмотря на протесты, часто длительные разговоры с клиентом по поводу того, что да наши юристы говорят, да все нормально, мы такое делали 10 раз и никого не штрафовали. Ну то есть мы не делаем, но вот тут честь и хвала нашим менеджерам проектов, которые, ну у них работа такая, они классно договариваются. Вот поэтому всегда удается как-то обходить эти вещи и слава богу, фу-фу-фу, где-то дерево. Еще пока что на поле закона о рекламе каких-то нарушений не было. Я еще, наверное, добавлю по поводу мобильных операторов, потому что немножко вспомнила деталей. В общем-то у нас, да, размещается преимущественно один сотовый оператор, но при всем при этом размещается и другой, и не только с медиарекламой. Просто он не так заметен на фоне второго. Но это его выбор, его распределение бюджетов, а не наша договоренность, в общем. Вот сейчас прозвучала вот такая тема, когда есть вроде бы бренд, и он должен вроде бы упоминаться или не должен он упоминаться, да, вот что соответствует закон о рекламе. Вообще, как часто вы обращаетесь к юристам? Я так понимаю, ситидок довольно часто, то есть практически по каждому материалу вы обращаетесь к юристам. Все? Нет? Мы часто обращаемся, я думаю, что коллеги тоже часто постоянно у кого-то в штате, у кого-то другие отношения с юристами, но тем не менее. У нас есть такая догма, мы вбиваем ее и журналистам, и сами себе в голову вот эти ключевые, повторюсь, поинты, которые нельзя допускать в статье, в размещении, в визуале. Например, часто было раньше, идет фотограф, что-то там фотографирует, а на фоне там бутылки с этикетками, и там красиво написано, там, текила такая-то. Все, блюрить, фотографу строго повторить это правило, затвердить на зубок, так нельзя и так далее. Поэтому к юристам идут только самые сложные случаи, а так, поскольку нативная реклама, это все-таки подразумевается предложение клиенту каких-то тем, которые вот в этой матрице интересы клиента, интересы издания как-то пересекаются и совпадают, то тему придумываем мы в 99,99% случаев. Поэтому уже на фазе проработки тем, если мы видим, что да, здесь придется упоминать какие-то там методы, которые могут подразумевать, которые могут быть расценены как методы лечения чего-нибудь там в медцентре, да, то есть там же в законе прописано, что нельзя упоминать, рекламировать, писать о методах лечения даже. Даже если они классические, стандартные, спать на правом боку, это уже тоже может быть. Ну да, я тут, конечно, немножко тут перестраховался. Но есть и такие, которые юрист рекомендует убрать, даже если они уже давно признаны традиционной медициной. Вот, поэтому мы стараемся отсекать на вот эти... Пиявки, например. Не часто обращаемся, могли бы чаще, но поскольку, как и все коллеги, я думаю, набивали шишки, то... На предупреждение. Знаем когда. Работа на предупреждение. Это касается же не только рекламных текстов, это касается и редакционных материалов, то есть нарушением закона, нарушением... Ты можешь нарушить закон рекламы, даже не размещая рекламу, да, то есть если речь идет там о обзоре новых заведений города Минск, Да, или там, опять-таки, все эти медицинские темы, образование за рубежом, алкоголь, курение, все такое, человек, который курит в кадре, это уже нарушение закона о рекламе. В общем, вот эти все вещи, об этом должен думать не только коммерческий отдел при публикации рекламных материалов, там, нативных материалов, но об этом, естественно, должна думать и редакция. У меня как раз вопрос, извините, в связи с этим. Получается, что сейчас журналисты и редакции должны знать, в общем-то, закон о рекламе. А как вы обеспечиваете сами процедуры, что они это знают? То есть это где-то прописано, вы каким-то образом обучаете журналистов, которые пишут? Например, в догмах и правилах наших прописаны вот эти вот моменты, как раз вот эти темы, когда мы идем консультироваться к юристу. Ну и, естественно, даже если журналист новый пришел, еще не успел почитать, или просто там рефлекс не выработался, например, да, есть же еще редактор, который читает текст. Ну, редактор дальше работает с этим, либо сам, либо юрист с юристом. То есть вот такие все моменты, конечно, к ним повышенное внимание. И тут вопрос для коллег, может быть, молодых, которым это будет интересно. Как вы вообще добиваетесь, что догмы и правила был рабочим инструментом, а не просто какой-то там папочкой электронной? Теорией, да. Ой, ну, периодически, ну, понимаете, нельзя сказать, что у нас, например, есть зачет по такому документу, да, если ты не сдал зачет, все, да. Но бывает, если какие-то возникают сложные ситуации, это очередной раз вспомнить о том, что, ребята, у нас вообще-то есть там такой-то документик, и там все записано. Ты можешь там, например, либо вспомнить об этом на планерке, либо там в письме на всех очередной раз напомнить, вот фрагмент из этого документа, давайте больше не будем так делать. Вот. Спасибо. Есть реплика у Николы. Была тоже, да. Ну, у нас еще, например, есть практика проведения таких встреч, как «Равный обучает равного», на которых мы поднимаем совсем разные темы. Вот. И обычно у людей есть мотивация приходить и узнавать что-то. Да, вот я про эти встречи как раз хотел сказать. У нас есть такая, наверное, у коллег тоже есть такая, мы даже не по журналистским темам, даже по темам, которые касаются не всегда на прямой профессии, а по пятницам делаем такие обучайки. Вот. Но иногда они очень серьезные и болевые. Вот. То, что касается тем юридических, приходит юрист, который вдавливает вот эти вот темы, в том числе, которые касаются законной рекламы. А еще один инструмент, который мы активно используем, по крайней мере, какое-то время назад мы его часто использовали, разъяснение от Минторга, если что-то непонятно. Ну, к примеру, ну вот мы журнал о Минске, и если мы напишем про какое-то новое заведение отдельно, то технически, ну даже если это не реклама совершенно, то мы подпадаем под это. Но есть нюансы, есть нюансы, если это размещается в постоянной рубрике наряду с похожими предложениями. Вот почему у нас с сайта пропали статьи о новых заведениях отдельно, но появились обзоры, в которых несколько новых заведений. Потому что мы получили ответ от Минторга, в котором именно это было прописано. То есть, если это отдельная статья о каком-то новом месте, могут прийти и сказать, а почему это вы размещаете рекламу, не подписывая эту рекламу. Ну, смотрите, с точки зрения закона о рекламе, все-таки любая статья, в которой есть привлечение внимания к продукту или услуге, это реклама. Другое дело, что в законе о рекламе признака платности нет. То есть, с точки зрения закона о рекламе, любая информация о новом заведении, это реклама. И неважно, получили вы за это деньги или нет. Ну, вот и все. В пояснении Минторга написано, что если это информация, допустим, о новом заведении, в постоянной рубрике, которая появляется на регулярной основе, то это не расценивается Минторгом как реклама. То есть, реклама, которую вы сделали по собственной воле, потому что вы понимаете, что это для вашей аудитории жутко интересная история, и вы просто об этом пишете, потому что вы знаете, что вот у вас есть такие-то критерии для публикации материалов. Вот эта история подпадает под ваши критерии, поэтому вы об этом пишете. И вам все равно, с точки зрения закона о рекламе, рекламе это реклама или нет. Вот и все. По признаку платности, получается, что если нет у рекламы признака платности, то мы можем делать рекламу и не брать денег. Это же хорошая лазейка для серых схем. Это уже вопрос к юристам. Ну, на самом деле, все уж не до конца так, потому что мы можем оказывать, конечно, бесплатную рекламу, но мы обязаны заплатить налоги. Александр. В случае, если Марта решит, что вот конкретно до этой статьи надо доколупаться. Ну, мы слышали про то, что бывали такие истории в белорусских СМИ. Нет, тут правильно, деньги это не признак рекламы, но если это реклама, то должны быть другие признаки. Должно стоять ОНП, если это определено, форматом бывает. Конечно, реклама и без ОНП, и без ООО такое-то, и в законе у нас не прописано, что обязательно реклама должна маркироваться. То есть, если в России написано четко, там должно стоять слово реклама, если это реклама. У нас как бы нет, такого нигде не написано. Это уже на усмотрение каждой редакции. Кто-то пишет там по-разному, на правах рекламы, или там что-то, партнерский материал, или еще что-то пишет. Это все на усмотрение редакции. На самом деле, это писать не обязывает нас закон. Но если конкретное заведение, там есть телефоны, цены из меню, адрес его, то значит должно стоять ОНП такое-то, ООО такое-то. Если этого нет, то за это уже можно штрафовать. Не за то, что рекламу разместили без денег, условно говоря, а за то, что нет вот этих соответствующих реквизитов. А дальше, ну тут уже сами смотрите. А то, что правильно сказали про обзоры, у нас тоже такое правило. Если мы делаем, пишем про что-то, курсы какие-то иностранного языка, то должно быть не меньше пяти минимум, лучше больше. А лучше все, в идеале это вообще все. Все курсы иностранных языков Минска. Ну тут вообще вопросов не будет. И тогда и телефоны можно, и адреса можно, и все можно. Это все-таки обзор, и уже тут вот как реклама совсем такая явная, мартом не воспринимается по нашей практике. Понятно, если одно пишете про одно конкретное заведение, очень много. Ну может быть рубрика тоже попадает, наверное, тоже подносит. Стандартная рубрика, да, там заведение Минска. И вы туда бомбите материал за материалом, все в одинаковом формате, да, то есть, ну примерно, да, то есть они там сильно не выделяются, не отличаются, там где-то про одного написали две строчки, а про другого, там без телефона, без адреса, про другого написали там с меню, с фотографиями, кучей с адресом, с телефоном, да, тогда вопросы могут возникнуть. Если это стандартная рубрика в одном формате, то, ну, наверное, ну, сложно все, конечно. С Мариной соглашусь тоже, что сложно, ну, а что делать? По крайней мере, Менторг в своих разъяснениях пишет, что это их позиция только. Поэтому могут даже эти разъяснения, это не документы. Получается, что закон есть, но трактуется он непонятно как. И еще страшнее, наверное, это включать какую-то саму цензуру, ну, реально не фотографировать меню и адрес не писать, ну, превращаться в такое стерильное нечто. Я помню, что в 2012 году мы тестировали белорусские чернила, вина плодовые с сомелье итальянским. Нормально проходило, ездили на… Ну, потом сняли, правда, через какое-то время сказали убрать материал. Но все равно это, ну, журналисты были готовы это сделать, редактор был готов это опубликовать, все норма. Теперь мы на самом деле блюрим все этикетки. Как до нас доходит эта информация, до журналистов? Мы читаем новости, что в Белте, например, ну, через Белте, что Мининформ, там, прилетело кому-то предупреждение или штраф огромный. То есть вот источник информации. Юрист периодически к нам приходит и по горячим каким-то изменениям в законодательстве мы слушаем, разбираем на конкретных кейсах. Я вот, кстати, сейчас с удивлением услышал, что нельзя там курящих людей снимать. Я дежурил на этих выходных и ставил фоторепортаж о красивых людях во время БФВ на Октябрьской. И там были девушки, которые курят. И в понедельник, ну, когда-то первый рабочий день, прилетело письмо, что уберите, пожалуйста, эту фотографию, мама не знает, что я курю. То есть, ну, пока так. А если еще мама в менторге работает? Я помню, что нам юрист говорил так. Если человек, человек может быть с пивом в кадре, но он, типа, не должен его пить так. Ой, типа, какой кайф. То есть, ну, просто вот, просто человек... С обращением. Да, он должен, ну, немножко равнодушно на него смотреть. Вот. Не должно производиться, вот, захотеть пива, прям, как в рекламном, какой-нибудь, а, ну, нельзя же в рекламе людей. Ну, как раньше, там, довольные люди. Тогда человек должен над человеком не быть похож. Никакого удовольствия. Очень много условий. Ну, если сидят мужики, там, болтают, перед ним бокалы пива, там, бутылки, замазали. А я вспомнила, кстати, вот материал, когда, помните, Цеслер курил во время пресс-конференции со Шнуром. И, по-моему, во многих достаточно медиа это прошло. Курил и курил. Он же, ну, он должен был не получать удовольствие, а главное, на фото. Ну, он-то получал удовольствие. Ой, много лет, если курить, то уже никакого удовольствия не получаешь на это, по крайней мере, на фото, поверьте. Хорошо. У нас тоже был случай с сигаретой, и мы консультировались по этому поводу с нашим юристом. Однажды, когда мы снимали уличную моду, мы встретили Шнура. Вот, и он в кадре держал сигарету, но он не курил. И не получал удовольствия. Здесь дело попадается, да. Юрист нам разрешил оставить фотографию и не ретушить ее. Я думаю, что рано или поздно прилетит кому-то. Ну, тут... Включу. Да, да. Значит, на самом деле у нас бывали такие истории любопытные, когда мы просто договаривались с юристом о том, что, слушайте, ну, давайте мы вот это все оставим в той редакции, в которой мы хотим, но потом мы скинемся на штраф. Ну, и вот таких историй у нас было, ну... Ну, некоторое количество было, да, но ни разу нам за это не прилетело, вот честно. А что значит, Марина, скинемся на штраф? Мне просто технически даже интересно. В целом у нас были истории, когда приходилось нам действительно платить штраф за какую-то там рекламу алкоголя. Тоже было довольно давно. Ну, вот с редакционными статьями претензий со стороны Марта не возникало. То есть были претензии со стороны нашего юриста, ну, мы там отбивались там. Слушайте, ну, вот здесь принципиальный момент, без алкоголя там никак нельзя. Давайте вот мы вот это вот все оставим, но если что, мы вот с редакции скинемся на штраф и заплатим штраф. А у вас есть какой-то фонд тут, бай, для штрафов? Нет, то есть это единоразовые взносы такие, да? Да. На самом деле вот абсолютно, ну, точно такая же ситуация, да, с Мариной абсолютно согласен. На то и существует, как бы, да, в редакции главный редактор, чтобы все-таки в таких вот ситуациях, когда касается редакционных материалов, да, сейчас говорим, мы не говорим сейчас про рекламу. Если в рекламе явное нарушение закона о рекламе, как бы, ну, все, тут умываем руки, как бы, и говорим, ребят, нет. Редакционные материалы, это другая все-таки ситуация, да, зачастую надо поставить там что-то. Ну, понятно, там мы тоже название там Джек Дэниелс или что-то, нельзя. Замажем, замажем, вот. Вот, но, в принципе, если совсем ситуация такая спорная, юрист говорит, категорически нет, да, там, а кто-то, редактор настаивает, говорит, да, нам этот материал нужен, он нужен в таком формате, с такими фотографиями, но тогда да, тогда приходят и говорят, давайте решать. И тут уже главный редактор говорит, ребят, беру ответственность на себя, да, если вот получим, то получим, будем тогда с этим разбираться, не знаю, штрафовать там, платить из своего кармана, из какого-то фонда или откуда-то еще. Вот, я предлагаю тогда идти дальше, если по этому блоку нет вопросов из зала. Итак, мы начали говорить и про бренды, в том числе, и я вот хотел бы перейти непосредственно к работе с журналистами, как с инструментом редактора. И вот есть такая, не знаю, такой феномен, может быть, ну, достаточно распространенный, когда журналист является как бы таким агентом бренда, тайным агентом, либо не тайным агентом. Ну, вот, например, какие-нибудь крупные компании собирают постоянно одних и тех же журналистов в пул. Должен ли вообще журналист заниматься рекламой, с вашей точки зрения, и если у вас заводятся такие тайные агенты каких-то брендов, либо компаний, как вообще вы с ними поступаете, каким образом вы вообще работаете и с брендом, и с журналистом, есть ли этот опыт. Вот, и я предлагаю вообще еще шире обсудить опыт наших медиа, потому что в зарубежных медиа, например, там, в газете Выборчи, журналисты не занимаются созданием рекламных материалов, этим занимается агентство, а журналисты занимаются просто созданием материалов. Вот, либо редакция делится на две части. Одна часть журналистов работает исключительно с рекламой, а другая часть работает уже просто с контентом самого медиа. Так как у нас в Беларуси это, наверное, скорее исключение, чем правило, и журналист у нас на все руки мастер. Как вы строите вашу работу с журналистом? Существует ли какая-то борьба за хорошего журналиста, чтобы он делал спецпроекты? Я понимаю, что у нас сегодня присутствуют и крупные такие холдинги медиа, и довольно нишевые, как раз поэтому опыт будет разным. Я предлагаю высказываться, есть ли вообще опыт такой вот на Тутбай тайных агентов бренда, любители появляются? Ну, на самом деле, несколько неприятных моментов, конечно, в нашей истории было с этим связанных, но люди не работают в компании в данный момент, да. Вообще исторически сложилось, что у нас журналисты рекламных текстов не пишут, но вот поскольку появились такие понятия, как вот нативная реклама, спецпроекты, то здесь пошли исключения, да. Но, во-первых, слава богу, у нас появился отдел спецпроектов со своей, ну, редакцией, можно сказать, и тут есть и штатный, вот сидит напротив Жени Шибинский, который как раз представляет отдел коммерческих спецпроектов, то есть у них, ты меня поправишь, если я что-то не так скажу, то есть у них в штате есть ребята, которые сами пишут тексты, ну, вот, собственно, как раз журналисты, которые занимаются с коммерческими спецпроектами, есть сотрудничество с внештатными авторами, журналисты же редакции могут участвовать в таких проектах, когда эта тема изначально представляет интерес для редакции, ну, условно, там, если из таких самых заметных вспомним, там, большое путешествие Тудбай в Штаты, да, то есть это у нас был партнерский проект, там были, было несколько партнеров, но контент, естественно, был наш собственный журналистский, то есть там были тексты, там было два журналиста, которые писали репортажи, и там был фотограф наш, да, и все это было, нам очень нравилось все, что они писали, мы были очень довольны и счастливы, и, вот, в общем, это пример правильного участия журналистов в партнерских проектах. Партнер был представлен исключительно там в виде продакт-плейсмента и каких-то обвесов, и никак не фигурировал в текстах, ну, то есть здесь есть такая тонкая грань, когда у тебя клиент является частью контента, то это уже, вот, на мой взгляд, журналист этим не должен заниматься, да, то есть когда клиент заинтересован в самом тексте, да, когда он хочет, чтобы писали его продукты или услуги, вот, тогда должен этим кто-то другой заниматься. Спасибо. Я сейчас понимаю, что очень грань как-то размывается, вот, когда я, например, когда меня в Грузию везет производитель минеральной воды вместе с группой журналистов, я на выходе пишу рекламный текст или не рекламный текст? Вот и мне интересно. Ну, я, ну, мы защищаемся так, во-первых, мы не согласовываем ничего, и да, как бы мне не понравилось, я чувствую, как журналист, моральную обязанность немного, не то, что найти негатив, а, то есть надо обязательно пару уколов каких-то сделать в статье. Получается? Получается. Нормально. Ну, они иногда обижаются, потому что, вот, люди же все гостеприимные, им кажется, что вообще все было классно, но после этого просто мед польется, вот, поэтому, ну, наверное, не всегда они остаются полностью довольны, но получается, потому что самая большая ответственность, которую и так под таким материалом будет каждый десятый комментарий, что это реклама. Если, если написать, вот, слишком так, как, вот, как тебе было хорошо, так же и написать, тогда, ну, это будет совсем уже лживо, и денег еще за это не берешь, и получить, вот, удар по имиджу какой-то, поэтому. Да, вот эти пресс-туры, честно говоря, у меня тоже вызывают. А давайте про пресс-туры расскажите. Ну, у меня тут скорее вопросы, чем какие-то, ну, не знаю, решения, да, то есть целесообразность пресс-тура все-таки должна определяться пользой для издания, да, что ты хочешь получить, то есть, если мы исходим там из важно, полезно, интересно, например, да, то это одно, другое дело, если ты хочешь, чтобы журналист поехал отдохнул, это другое. Ну, тут каждая редакция для себя должна определить. Третье, будет ли действительно возможность журналиста отдохнуть, если у него там насыщенная программа, то есть все-таки с пресс-турами надо быть как-то более, наверное, избирательными, то есть исходить из того, будет ли это нужно аудитории. Там, вот, допустим, многие вот слетали в Бразилию, так, посмотрели на новый Embraer, но оно того стоило, правда? Ну, то есть это интересно людям. То есть это интересно людям, это очень любопытный информационный повод, это место, в котором никогда не были, это здорово взглянуть на самолеты, как их производят и так далее, ну, понятно, что ты скажешь «да» сразу, да? Я так понимаю, Снежана у нас, сейчас, секундочку, как раз вернулась из этого тура. Снежана, а готова ли ты сейчас вот дать небольшой комментарий, каким образом во время тура, может быть, не знаю, испытывала ли ты какое-то давление, либо были ли какие-то поставленные условия, как ты себя позиционировала, чтобы оказаться в такой выигрышной для редакции ситуации? Ну, там, скорее, была проблема с самим Embraer, я думаю, там уже коллеги рассказали. Дело в том, что, ну, основной интерес представлял сам Embraer, да, а не события Белавия, которые там были. Ну, если честно признаться, ты хочешь попасть на завод, на авиационный, крупный, очень и показать, как это работает, да, и заодно рассказываешь про события, вот это вот, что белорусам передают один из этих самолетов. Вот. Но там пока есть вопросы по самому Embraer, потому что они запретили фотографировать самопроизводство. И, ну, мы пытаемся выйти из этой ситуации, мы там настаивали два часа, все-таки пробили эту стену, репортаж будет, мы постараемся, чтобы он был интересным. Но было сложно, да, мы там два часа объясняли, что, ребята, мы летели. Вам нужно делать материал. Да, мы, мы же летели сюда за этим, при том, что с Embraer все это согласовывалось абсолютно, да, ну, как сказать, согласовывали, рассказывали о том, что там будут фотокорреспонденты, там будет, там, видеооператор, ну, они получали информацию о журналистах, удостоверились, да, типа, приезжайте. Мы приезжаем, они говорят, ну, простите, у нас тут по правилам внутри нельзя фотографировать. Ну, говорят, даже вот этот вот, началось все с того, что даже якобы нельзя было фотографировать место, где, собственно, стоял сам самолет Белави, да, вот эти вот здесь рядом стоят самолеты других авиакомпаний, они в своих ливреях, могут быть проблемы. Но перед началом вот такого плана, например, частного случая, пресс-тура, были выдвинуты какие-то условия для журналистов? Ну, в случае с этой компанией условия не выдвигаются, ну, с Белави в данном случае. Ну, я вам здесь могу сказать в их адрес, что все достаточно адекватно происходит, и есть возможность, ну, задавать там критические какие-то вопросы, ну, в их случае. Спасибо за ответ. И, да, сейчас, секунду, да, кстати, у Маши был вопрос также. Это Мария Савушкина, я журналист, я занимаюсь пиаром и коммуникацией. И я хотела сказать, что, ну, мне не очень, ну, как мое личное мнение, если позволено, то мне не очень нравится, конечно, когда журналисты пишут вот такие тексты, вот как вы говорили, что слетал в Грузию, какой текст на выходе. На выходе получается текст, который, ну, это пиар-текст. И просто почему это не должен делать журналист, на мой взгляд, поскольку, ну, если ты, как бы, если журналист летит в другую страну, и там ему оплачивают билет, проживание, экскурсию, а затем он возвращается и пишет, например, статью, где есть критика вот этого агента, который все это для него сделал, то на выходе, как бы, получается негативный опыт и у журналиста, и у компании. Вот, поэтому, то есть, нанимайте пиарщиков для таких случаев. Вот, но я хотела спросить, то есть, есть ли опыт сотрудничества с пиар-компаниями? То есть, мы, в общем-то, ну, я уже довольно давно занимаюсь этим, сотрудничаю с компаниями, сотрудничаю с медиа, то есть, планирую медиа-компании и так далее. И, ну, то есть, стоит больше на нас обратить внимание. Спасибо за реплику, как раз это в этом блоке очень уместный вопрос, если у кого-то есть опыт. Ну, я хотела задать другой немножко вопрос. Вот, вот, часто на сайтах редакции, я так понимаю, продают место для, там, Яндекс.Директ или, там, Google AdWords, и в результате, то есть, пользователь, он видит абсолютно какой-то, ну, такой эклектичный контент появляется. Вот, почему эта практика используется, это выгодно или просто это, как бы, принято, может, лучше продать кому-то, ну, не знаю. Просто, да, на самом деле, меня иногда вызывают вопросы, почему вот появляются на таких очень известных изданиях, такие непонятные рекламные статьи. Кто-нибудь хочет ответить? Ну, да, они бывают. У нас, например, это называется остаточным трафиком, и продается не на приоритетных позициях, появляется не на приоритетных позициях, а на каких-нибудь там внутренних страницах. Есть ребята, которые отслеживают, чтобы там не было какой-то, ну, совсем там пошлой рекламы, но иногда там какие-то блокировщики не срабатывают, и появляется какая-то нехорошая реклама, которую сразу же надо опять блокировать. В общем, ну, если бы это не приносило денег, наверное, бы этим не занимались, вот. И, ну, опять-таки, это то, что я вижу со стороны, как активный пользователь, и, ну, наверное, разумно, чтобы все-таки коммерческий отдел на это отвечал, за это отвечал, ну, да, такое явление есть. Конкретно мы на своей площадке больше ценим пользователей, чем те деньги потенциальные, которые могли бы на этом заработать, поэтому у нас нету такого типа рекламы. И я прошу ответить на вопрос, Марии, также по поводу опыта работы с пиарщиками, да. Александру, давайте. Никогда не публиковали тексты пиарщиков и не планируем. Мне кажется, что вам нужно вот в таких случаях конфликтных, чаще всего, работать с заказчиками, и то есть им объяснять вообще, что такое продающий текст, текст, которому надо поверить, а не журналистам объясняя ему, что вот это надо убрать, а фотодиректора здесь поменять, потому что он недостаточно красив. Мы, журналисты, журналисты лучше знают, как писать тексты, которым читатель поверит, потому что мы дергаем за эти ниточки каждый день заголовками, лидами, оборотами и видим эту реакцию. Поэтому, если вам кажется, что чем лучше ты расскажешь о чем-то, не показывая вообще ни одной негативной стороны, то тем будет лучше и продажи вырастут. Мне кажется, что вы заблуждаетесь. Никто этому просто вообще не поверит. Александр, и ответьте, пожалуйста, вот как на онлайнере работа редакции построена? У вас те же самые журналисты делают рекламные какие-то проекты? Либо все-таки существуют разделения? У нас появились недавно спецпроекты, но их пока что очень мало. Это ни в коем случае не контентные, так скажем. То есть мы, если придет заказчик с кредитной карточкой, мы не будем рассказывать о кредитной карточке. Это будет какой-нибудь материал, тот, который нужен редакции, и будет партнер. Или как там, один из самых первых, наверное, было это видео репортаж, а же Леша Носова о приготовлении блюд. То есть готовим дома. Там Кока-Кола выступила в качестве партнера, просто в конце появлялась Кока-Кола под гамбургер, под суши или под что угодно. Просто вот такого образа. Делают вот эти немногочисленные спецпроекты, которые сейчас есть, делают журналисты. Может быть, Андрей, у Андрея есть явный опыт. У нас нет отдельной службы, которая пишет рекламные тексты. Да, некоторые журналисты пишут больше рекламных текстов, некоторые пишут меньше. Некоторые специализируются, да, кто-то пишет очень вкусной еде. Поэтому понятно, что к этому человеку, к этому журналисту ведут менеджеры с просьбой написать рекламу продуктов питания, да, либо там чего-то еще связанного с едой. Кто-то лучше пишет про технику, да, понятно. Ну, то есть чисто специализация такая внутри небольшая есть. Но отдельных людей, которые бы писали только рекламу, у нас сейчас нет. Был такой опыт, но этот опыт был довольно давно. У нас тогда выходили такие большие спецпроекты, где мы окучивали, знаете, всякие там СПК, там какие-то такие, знаете. Красных вот этих всех директоров, да. И это очень хорошо тогда шло. Ну, сейчас с этим проблема. Вот. А тогда это все очень хорошо шло. И они, им нравилось. Когда к ним приезжал журналист, фотограф на весь день. Они там водили, показывали. Потом главным, конечно, фото должно было ставить фото этого красного директора, да. И вот тогда был специальный человек, который вот так вот уезжал на целый день, а то и на два там, да, куда-то там по селам и весям. Вот. И писал такие материалы. Вот. Сейчас все, конечно, немножко по-другому. И я вот слабо представляю, как пиар-служба там напишет ситидогу какую-то, нативку какую-то напишет, да, и попадет в их формат. И это будет вот прям их материал, да. И они будут отличаться от всего остального, что на сайте. Ну, я слабо представляю. У нас, может быть, потому что у нас есть такая прямая реклама, но опять же, да, тут правильно Александр сказал, тут они приходят к нам от рекламодателя, да. То есть не мы пиарщикам заказываем, напишите нам материал там такой-то, а это приходит от рекламодателя. То есть рекламодатель ищет пиар в какую-то компанию, они ему пишут материал, он присылает нам, мы читаем, зачастую говорим, блин, фигня полная, мы бы такое в жизни не написали, не поставили. Ну, заказчик говорит, нет, я вот вам пол полосы оплатил, блин, ставьте. Ну, мы можем, конечно, его убеждать, мы можем с ним там немножко о чем-то поговорить, о том, что... Понимаете, ну, тут на сайте всегда проще, да, можно оперировать, потом показать ему, ребят, смотрите, нифига не читали ваш текст, да. Вот, в газете с этим сложнее. Он зачастую вот увидел свой материал, потому что, ох, классно, фотка классная, и текст, который ему нравится, да. Оценить, насколько это прочитали, тут сложнее обсчитать это. Ну, поэтому мы, конечно, пытаемся всегда убедить и сказать, ребята, вот этот заголовок плохой, да, давайте хотя бы заголовок поменяем, чтобы люди все-таки прочитали этот материал. Вот, с этим боремся. Ну, прямой такой работы с пиарчиками от нас не идет заказ никогда. Вот, по поводу, что, почему, про... Ну, я рассказал, по-моему, про нашу службу, то есть пишет редакция все тексты. Ситидокс сам за себя скажет. Да, спасибо. Есть несколько реплик, вот, как раз по поводу стены, между коммерческим отделом и редакцией. Мы как-то, может быть, искусственно заужаем журналистику непосредственно для журналистов в классическом понимании, там, с ноутбуком, с блокнотом, с диктофоном, или с фотоаппаратом таким. На самом деле же нынешняя журналистика, там же куча специалистов. И вот на каждом рекламном проекте, как минимум, есть, должна быть кросс-функциональная, так называемая, команда, которая сформирована, ну, как раньше, да и сейчас, наверное, на телевидении были, там, временная творческая группа, там, для такой-то передачи. То есть в этой команде для данного спецпроекта или для данной статьи должен быть редактор по этому направлению, журналист или журналисты, фотограф или фотографы, то есть вот уже мы набрали три функции, потом дизайнер, если он нужен, часто он нужен, программист, как минимум верстальщик интерфейсов, а может быть, там что-то на бэкэнде должен делать, да? То есть и все это журналисты, по сути, ведь они же делают журналистский продукт. И поэтому в условиях маленького коллектива я как-то слабо себе представляю, как вот можно, например, в нашем случае сделать, вот дизайнер, ты дизайнер редакторских текстов, но ты не будешь делать дизайн для коммерческих проектов, для нативной рекламы или фотограф там, ну, это как свадебный и событийный, да, вот так вот разделить. По сути, мы пытаемся делать контент, ну, такой же качественный, я не говорю там high quality, ну, настолько же качественный, как и редакционный, да, партнерский. Поэтому отдел спецпроектов – это классный выход для большой компании, ну, для нас пока что это мечта несуществимая, но мне кажется, что мы с этой задачей справляемся. Силами тех же журналистов, тех же фотографов, тех же программистов и дизайнеров. По поводу пресс-туров и прочих бонусов для журналистов, у нас есть несколько таких хитрых приемов на самом деле. Если этот инфоповод, он вмещается в редакционную политику, он вызывает у нас интерес, мы хотим об этом писать, да, тогда, конечно, в этом мы участвуем. Другое дело, что если нет, у нас есть такой хитрый прием, он называется, вы знаете, мы придем или мы приедем, но писать не будем. И следует, конечно, вопрос, почему. Потому что, вы знаете, мы не видим в этом статьи, которую мы бы могли опубликовать у себя. Но мы можем с вами договориться о другом каком-то сотрудничестве, может это мероприятие как раз и быть поводом что-то придумать вместе другое. И у нас были прецеденты, когда вместо журналиста, например, на этот пресс-тур едет менеджер проектов кататься там, условно, на крутых тачках или там еще куда-то. Мы говорим, вы знаете, мы про это не напишем. У нас это не ложится не в наши новости, потому что в этом нет такой инфоповода для нашего издания новостного. Не ложится в какие-то спецматериалы, потому что это не гром среди ясного неба и в нашу редакционную политику не помещается. Но приедет наш менеджер, и он вам предложит столько интересного, что мы, скорее всего, договоримся о чем-то другом. То есть мы придем, но писать не будем. Попробуйте, это иногда работает. Спасибо. В конце концов, ну, очень часто бывает, что за пресс-туры платят. В смысле, за размещение информации, да. То есть мы поехали в пресс-тур, то есть мы сразу оговорим, конечно, говорим, да, ребят, для нас, наверное, для нашего читателя, мы считаем, что это, наверное, не очень интересно. Ну, опять же, там, об основе это редакционная политика. Но если они говорят, ребят, хорошо, вы едете, а потом мы вам там оплачиваем материал по там прайсу на сайте либо там размещение в газете, ну, почему нет тогда? Не боятся предлагать свои условия. Я тоже тут немножко реплики добавлю. Я очень не люблю, когда делят информационные поводы на интересно, значит, поэтому мы это сделаем бесплатно, и неинтересно, значит, поэтому мы это сделаем платно. Любая реклама, которая у нас размещается, должна отвечать критерию быть интересной читателем. Спасибо большое, Олеся. И мы как раз вот можем переходить к следующему нашему блоку. Что касается интересное, хорошее, да, вот какова вообще редакционная политика в том плане, когда бренд, какая-то компания делает какие-то хорошие дела для общества. Да, насколько там упоминаем, не упоминаем этот бренд. Почему, если упоминаем и не боимся, почему упоминаем? Как строится вот здесь вот эта работа? Потому что не всегда понятно, почему один и тот же повод совершенно по-разному в разных медиа предстает перед нами. Может быть, есть какой-то там, не знаю, скрытый секрет? Микрофон там. Но мы не стесняемся называть бренды, если они делают что-то хорошее. То есть там в плане каких-то джазовых концертов или там коллекций художников парижской школы мы спокойно называем Альфа-банк и Белгоспром-банк. То есть вот я даже не стесняюсь, я так говорю. И, естественно, в заметках у нас тоже идет, что вот такие-то привезли такую-то коллекцию или такие-то организовали такой-то фестиваль. Но этим все и ограничивается. То есть мы называем бренд, собственно, не увлекаясь какими-то другими деталями. Вот, собственно, и все. То есть если ты понимаешь, что это действительно что-то важное, полезное для общества, то почему ты должен стыдливо не называть бренд в то время, как в какой-то там ситуации, где тот же или какой-то другой бренд фигурирует в некрасивой ситуации, ты не стесняешься назвать этот бренд. Вот. Ну вот и все. Спасибо. Еще какие опыты по поводу упоминаний брендов? А вот все ли согласны? Совсем недавно мы с пресс-клубом в рамках школы деловой журналистики были в одной IT-компании. На самом деле мы были в ЕПАМе. И они как раз, ребята нам рассказывали с обидой про то, как они, например, давали возможность журналистам к основателю, вот ссылались, комментировали и дальше говорили, такой-то, такой-то основатель одной IT-компании, основатель одной известной IT-компании. Вот для них это, как для бренда, было большой обидой. И помнишь, Алла, может быть, с Волкомом та же история? Они переводили фильмы, да, на белорусские? Да, это ситуация, когда белорусские уикенды делали переводы белорусских фильмов известных. И часть медиа упоминает о том, что это именно Волком помогает, спонсирует делать хорошего качества переводы. Другие вообще не упоминают. И, к слову, я вот сейчас воспользуюсь, наверное, ситуацией и приглашу всех, кто сейчас на Медиатоке, на завтра, на Соковицке со стретшей, мы будем делать панельную дискуссию в 14 часов на Сурганово, 37.1. У нас информация есть на нашем сайте. Там мы будем подробно рассматривать кейсы сотрудничества, медиа и бизнеса, медиа, НКО и бизнеса. И самые разные формы, очень много ярких кейсов. И приглашаем принять участие и продолжить дискуссию там. Но сегодня мы продолжим дискуссию здесь. Все-таки каким-то образом один крупный информационный портал, как часто называют в других медиа, тутбай, использует вот эту возможность, действительно говорит, если что-то происходит скандальное о брендах, и если что-то происходит, вы можете себе это позволить, сказала бы, какое-то небольшое, например, издание. А другие хотят за любое упоминание деньги. То есть каким образом меряется ли это, не знаю, крупностью издания или не меряется? По-моему, Ситидок также упоминает бренды не боится. Ответьте, пожалуйста. Нет, ну а чего тут бояться-то, собственно? Упустить выгоду, как может быть некоторые боятся упустить. В общем, даже некоторые видеоблогеры достаточно популярные посмеются, что у нас тут не телевидение, и поэтому мы не будем вам майку замазывать. На самом деле, ну ничего там страшного нет. А грань здесь как раз-таки не в том, что мы будем упоминать или не будем упоминать, а будем ли вообще об этом писать. Потому что у брендов много активностей. Вот как говорила Марина, приводила примеры таких классных активностей, когда на самом деле это интересно тебе как человеку, тебе как журналисту, тебе как изданию, и читателям, ты уверен, будет интересно. А есть такой, бывает такой креатив, когда тебе присылают пресс-релизы, потом говорят, слушайте, а почему вы не поставили? А хочется спросить, а почему специалисты немножко не докрутили, не доработали эту рекламную деятельность? Ну я могу так, наверное, спрашивать, потому что опыт работы в рекламном бизнесе какой-никакой есть, да? А почему такая идея у вас? Я сейчас никому не обращаюсь, да, конкретно. Гипотетически. Очень много. Качество творчества брендов и рекламных агентств, их обслуживающих, часто оставляет вопросы. И тут скорее мы просто по этому критерию не берем. Ну появились в городе какие-то фрики, которые вяжут огромные желтые шапки, там, не знаю, почему об этом, прямо в метро. Ну да, это смешно, это как-то интересно, почему об этом. Ну стало известно, что это было такое. Ну упомянули бренд, чей это был креатив. Ну интересно. Ну это из примеров таких более или менее интересных, смешных, городских, фриковатых новостей. Зеленый снег, да, опять-таки, хоть как там они его покрасили, ну там, ладно, ну классно. А с другой стороны, столько остается в редакционной почте и в телефонах такого, что не берется просто в повестку, потому что ну оно, ну и как вы, за какого вы там недалекого человека держите читателя, если предлагаете ему такое кормить. То есть такого много, к сожалению. Это вопрос профессионализма рекламной, наверное, сферы и отделов управления брендами, наверное, так. Андрей? Ну я только слово в слово могу повторить, что коллеги сказали. Абсолютно такая же ситуация. То есть у нас нет запрета на упоминание брендов каких-то, да. Если есть инфоповод для издания, мы пишем про это текст и мы упоминаем этот бренд, да. То есть очень хороший пример. Это тоже первый, когда вот меня спрашивают, у меня всегда всплывает в голове Белгоспромбанк со своими вот этими всеми коллекциями, картинами, да. Мы всегда упоминаем и мы этого не боимся. Понятно, что мы не будем писать там, да, там привез или открыл выставку там лучший в Беларуси банк, телефон там колл-центра такой, это понятно, что мы этого не напишем, да. Ну просто написать, что там коллекцию представил Белгоспромбанк, мы это всегда пишем, мы этого не боимся. И все вот эти, да, поток этот огромный, писем про все вот про это, ну фильтруется чисто вот исключительно так, да. Инфоповод есть, идем, пишем. Инфоповода нет, кнопка переслать в рекламный отдел, дальше они разбираются, все. Слушайте, а у меня можно вопрос тогда? А на кого же тогда представитель Белгоспромбанка так обижался в своем вот знаменитом вот этом вот обращении, что почему вы нас не упоминаете, мы же классно вот столько делаем? Ну, к тем, кто не упоминает. А может в зале есть кто-нибудь, кто вот у кого другая позиция, а то действительно как-то непонятно, на кого обижаются бренды. Но дело в том, что там, да, наверное, как-то и, насколько я знаю, там и при съемках избегают разных ракурсов, где любой логотип может каким-то образом мимоходом быть замеченным. Кто-нибудь может прокомментировать? Нет ни у кого такого опыта? Ну, я могу сказать, что бренды всегда будут обижаться. То есть тут, ну, это просто внимание и то, что аудитория – это то, чего хотят компании, чего хотят, ну, рекламщики. И просто не все понимают именно место СМИ и место медиа. То есть люди часто очень думают, что если они заплатили, то значит они должны, вот на первой полосе должно появиться и все должны понять и прочитать, и увидеть и так далее. Ну, это вообще в обществе низкое такое понимание, кто такие журналисты, и что они, в общем-то, не обязаны никому нравиться, не обязаны писать так, чтобы всем угодить. Вот, и поэтому этот конфликт между, ну, то есть я как бы сама по профессии вот между как раз этими двумя агентами, между медиа и теми, кто хотят аудиторию, вашу, нашу аудиторию. Вот, и этот конфликт, это он будет всегда, он был и есть просто, как бы задачами, ну, я думаю, что, конечно, есть отделы, но я еще раз говорю, что вот если есть какой-то, ну, то есть независимый агент или пиар, или коммуникация. Маша про свое, да. Я про свое. Просто кто-то, кто может учесть интересы и тех, и тех, поскольку, еще раз говорю, в обществе, где высокое понимание того, кто такие журналисты, где людям не надо объяснять, что журналист это независимый человек, который, ну, посредством СМИ высказывает мнение важное для общества. Ну, журналист, да, но существует редакция. Да, 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 да. В общество, где это есть понимание, там, там этот конфликт, соответственно, не такой острый. У нас этого понимания нету. Поэтому, вот, конфликт с брендами, с теми, кто платит. Да, есть у нас понимание. Мне кажется, вы сейчас немножко в другую сторону уходите, да. Вы создаете инфоповод. Мы напишем про это, и упомянем бренд. Если нет инфоповода, ну, вы нас не заставите об этом писать. И тем более упоминать бренд еще при этом. Я могу, например, из своего журналистского опыта привести два примера. Я работала на государственном радио, это радио ОНТ, когда напрямую рекламный отдел, в принципе, запрещал упоминать Белгазпромбанк в ситуации с картинами, потому что были планы вытянуть из них деньги на спецпроект. Другой опыт, это коммерческое радио, радио Би Эй, мелодии века, когда даже доходило до смешного, когда в новостях нельзя было упомянуть, на какие марки сигарет, в общем-то, повышенные будут цены. То есть, ну, какие-то вещи, которые в других медиа были дозволены, были не дозволены, потому что коммерческий отдел становился в приоритете. И когда у тебя выпуск новостей состоит из четырех новостей и восьми читалок рекламных, да, ну, да, это просто разный редакционный подход, либо коммерческий подход. Есть еще? Ну, я, наверное, могу тоже добавить реплику. Собственно, так получилось, что сейчас среди присутствующих не нашлось тех, кто не упоминает, поэтому мы можем только догадываться о каких-то причинах. вот, но мы, например, не продаем принципиально новости, вот, такие упоминания чаще всего у нас встречаются в новостях, соответственно, нету конфликта между проверяющими органами, нашим прескурантом, потому что у нас, в принципе, нету таких позиций, как оплата за упоминания. Может быть, у кого-то такое есть, и это их принципиальная позиция, потому что их предупреждают, что для них это потенциальные риски. Спасибо за эту ремарку, это важно. Я вижу, еще есть комментарии на тему. Представьтесь, пожалуйста. Надежда Сирко, телеканал УНТ. Ну, раз уже тут зашла речь о телевидении, то могу подтвердить, что действительно жесточайше карается появление каких-то логотипов визуальных, вплоть до того, что я на прошлой неделе делала материал, где у меня просто в кадре был чек, и был написан на нем, просто читался названием магазина, он никак не уделялся. Мне даже это попросили, забрелись. Ну, как у нас это объясняют? Тем, что, конечно, у УНТ очень большая аудитория. Конечно, благодаря, а честь и благодаря тому, что мы сидим на первой кнопке, и эта аудитория дорого стоит. И она ее старается, конечно, максимально продать. Джинсал существует даже в новостях. Я категорически не поддерживаю такую ситуацию, но УНТ вообще на самой покупаемости, поэтому, конечно, пытаются зарабатывать. Поэтому, ну, вот так. Да, спасибо большое. Это как раз та теория, что просто, скажем так, в прогноз возможной потенциальной выгоды рекламный отдел, да, там, коммерческие люди делают себе какой-то вот, там, задел вот эти мои, их не трогайте, не используйте. И, ну, это прямой запрет для журналистов, для редакции. Спасибо большое за комментарий. И мы перейдем дальше. Я знаю, что сегодня у нас вот в зале, кстати, представитель Брестского медиа, Максим. И, Максим, я знаю, что был опыт, когда предлагали рекламу, которая противоречит ценностям. Вот, скромно там сидите и молчите. Я прошу вот поделиться этим опытом. Вот вы только, я так понимаю, это нататник бай, и вы только начинаете, скажем так, монетизироваться, да, то есть каков... Пытаемся. Пытаетесь. Каков ваш опыт и какая, как вы рассматриваете рекламу, которая действительно противоречит, что это был за случай, если не секрет? Вообще часто что-то присылают такое, если говорить про некоторые как пресс-релизы или кто-то присылает свои видео, которые хотят, чтобы мы разместили на сайте и тому подобное, и просит, что это очень классно, причем подписывают, что это же реально круто, давайте ставьте и тому подобное. Ну, на некоторые письма, которые вот постоянно нам присылают, мы уже просто перестали отвечать от одних и тех же. Мы сначала отвечали, что ребята, ну у нас мы не поставим такое вообще, вот, но они все равно присылают и присылают, вот. А если говорить про рекламу, которая, ну, не соответствует, то есть нам тоже прислали уже, они хотят заказать у нас нативную рекламу, вот, и они сразу прислали свой вариант нативной рекламы, как он должен выглядеть, ну, и я... Без обсуждения. Да, 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 то есть мы хотим именно так и никак иначе, то есть мы согласны, что вы это сделаете, заплатим вам деньги, но нам тоже первые деньги тоже хорошо кажется, казалось бы, но мы не можем, потому что тоже мы знаем свою аудиторию немножко лучше, чем они, и мы говорим, я написал, что ребята, это, конечно, мы очень рады и счастливы, что вы нам написали, давайте мы вам что-то предложим свое, там, 4-5 вариантов, там, в течение 2-3 дней мы вам пришлем и поговорим, вот, но они после этого просто написали, что типа, ну, окей, окей, и просто тоже потом перестали отвечать, вот. Ну, мне не жалко, мне кажется, что все-таки мы должны любить свою аудиторию в первую очередь, деньги это хорошо, наверное, без них мы умрем скоро, но мне кажется, что важно как раз-таки своей аудитории давать то, что им нравится и то, что они хотят читать у нас, и как-то мне жалко как-то отдавать или продавать материалы, которые не хотелось бы видеть или не хотелось бы давать своей аудитории, вот, но так все, да, сложно. Ну, сложно работать в смысле, потому что, ну, мне кажется, что иногда большая какая-то яма понимания между какими-то брендами, рекламодателями и журналистским, там, не знаю, редактор, редакцией журналистской, которая, ну, немного не понимает и очень сложно как-то объяснить, наверное, им, что они хотят, а мы, что мы хотим по-другому и видим это все по-другому, вот, и поэтому так сложновато. Спасибо, может быть, есть у коллег из больших, да, уже издать какие-то советы? Так откуда вы знаете, вы же сами говорите, у вас опыта нет, да, вот вы слишком, может, хорошо думаете о своей аудитории, может, вы думаете не так о своей аудитории, но вы же не пробовали на самом деле, да, на самом деле бывают какие-то там статьи, про рекламу, если говорим, какая-то статья, которая нам кажется абсолютно безумной и она вообще не наша, не наша редакционная политика, она выстреливает, она читается так, что там на первом месте среди прочтений на сайте стоит, да, то есть как вы определились, что это не ваше и как вы это поняли, если вы, ну, потому что зачастую, да, я вижу, что вот эти представления о нашей аудитории, они не соответствуют реальности совсем. Хорошо, мы определили свою аудиторию, вернее, мы определили свои темы, которые мы пишем для своей аудитории, да, то есть не, и тоже у нас есть там эти красные линии, за которые мы не заходим, мы не пишем там о том, мы не пишем о том, вот, и, то есть мы именно так движемся в этом направлении, если нам предлагают как-то даже заступить за эту черту, вот именно поэтому мы отказываемся, хотя я согласен с вами, что если мы не пробовали, то нам очень сложно это как-то, не знаю, оценить, вкусить, что аудитория наша может прибавится или наоборот там уйдет, да, это тоже, кстати, это хороший первый шаг был бы, но, блин, это очень сложно вот решиться как раз на первый шаг и понять, можем ли мы это поставить и реально, что она может выстрелить, будет читаться. Я понимаю, если вы там, условно, сайт для вегетарианцев, да, и вам пришла реклама там стейков, да, скорее всего нет, хотя если большие деньги, то почему и нет. И мы переходим как раз к такой, да, 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 да. Да, не хотел, не знал, рассказывать, не рассказывать, но я и с другой стороны был, с другой стороны баррикад, в свое время я руководил Газпромбанком, вторым филиалом, да, вот, часто упоминаем здесь, да, так вот, а сейчас, скажем так, на белой стороне, в данной аудитории Света. Так вот, ваше видение, ну, наше видение в данном случае, добра и зла, несколько расходится с видением, вот как Андрей здесь сказал, с видением той же ситуации, с той стороны, со стороны рекламодателя, вот, и в то же время, где-то расходится и с точки зрения, где-то читателя, вот, поэтому не учитывать мнение рекламодателя, да, с его позицией, с его миром, да, то есть это совсем другой мир, да, то есть, знаете, как даже банковский баланс, он зеркальный по отношению к балансу предприятия, да, и поэтому там мышление даже несколько другое, и когда приходит рекламодатель и просит какую-то статью, на первый взгляд, кажется, может быть, не формат, может быть, не будет читаться, да, но, как Андрей сказал, оно выстрелит, да, в некоторых случаях, да, то есть здесь только разумный редактор, да, примет эту цель, и как один из спикеров говорил, что здесь появляется такое, может быть, противоборство, да, когда приезжаешь, все красиво, все хорошо, все дорого, все вкусно, да, но нужно найти какую-то вот перчинку, да, чтобы ему вставить, чтобы он почувствовал, что, ну, что называется, иностаруху найдем, вражуху, вот, поэтому здесь вот я бы не хотел, чтобы здесь складывалось какое-то такое вот найти, там, показать, там, где-то объективность должна быть, она тоже интересна, она не где-то, она, наверное, везде должна быть, да, да, но, опять же, мы говорим, журналист где-то приукрасить, где-то там сгладить, да, опять же, вот ситуацию возьмем, что, допустим, два бренда у вас размещаются, и вдруг у них столкновение произошло, чью сторону вы займете, да, ну, на весах будем взвешивать, в конце концов, да, вот, и поэтому здесь принимать, скажем так, сторону журналиста, да, опять же, определяя контент, определяя там, ну, стилистику даже, да, придерживаясь своей точки, может быть, не совсем правильно, то есть, некоторые издания, вот, ну, злятся стороны, да, где бывают такие диаметральные, где, условно говоря, редактор изменяет сам себе, вдруг, да, что-то там появилось, там, ну, не формат, не контекст, сразу привлекает внимание, то есть, вдруг, ну, представьте, на Тутбайе там какая-то там статья, которая, скажем так, им не формат, сразу она привлекает внимание уже тем, что она не формат. Даже, может быть, возникнуть такое впечатление, что кто-то взломал этот сайт. И вот когда вот такое происходит, да, это... Я думаю, что здесь, тут как бы мы немножко перешли в разряд теории, я бы хотела вернуть нас всех в практику, и я предлагаю обсудить, насколько существует сегодня, сейчас, здесь, в наших редакциях, в частности, у представителей редакции, которые сегодня у нас спикеры, есть ли у вас правила, правила работы редакции с коммерческим отделом, насколько они формализованы, формализованы ли они вообще, они проговорены, они существуют в каком-то виде, и что там, может быть, есть основное, не знаю, потому что у нас вот был зимой, в конце осени, уже забыла, Адам Макилрик, который показывал такие большие фолианты, правил BBC на все, да, но там и там есть, я думаю, огромная часть взаимодействий по поводу каких-то рекламных проектов. Есть ли сегодня такое в белорусских редакциях, используете ли в эту практику правила, алгоритмов, которые всем известны, всем понятны? Давайте мы, наверное... Может быть, советы молодым и начинающим, которые у которых еще нет, потому что молодые начинающие сконспектируют, да, так что я прошу, наверное, просто по порядку, да, Андрей, может быть, начнем с вас. Смотрите, у нас есть положение рекламы, да, на предприятии, где прописаны, в принципе, все основные правила, по которым размещается реклама и в газете, и на сайте, да, ну, правила там, не знаю, там, на вторую страницу мы не ставим, я про газету опять же, да, больше говорю, на вторую страницу мы там не ставим рекламу в принципе, да, это у нас прописано, рекламодатель приходит и говорит, хочу быть на второй странице, мы говорим, ребята, извините, наше правило такое, да, у нас прописано, что мы на вторую, пожалуйста, там дальше, какую угодно выбирайте. Ну, сейчас, если не идет речь именно с рекламодателем, о взаимодействии именно редакции и коммерческого отдела, то есть внутри вас уже. внутри такого прям талмуда какого-то нет, да, все регламентируется здравым смыслом, старшими товарищами, законами, да, законом о СМИ, законом о рекламе, которые редактор должен знать точно, вот, и в принципе, мы вот опять же, тем же положением, по которому мы каким-то образом размещаем рекламу. Какие-то есть у вас советы для начинающих СМИ, медиа, сетевых изданий? Ну, мой совет такой, разговаривайте с рекламщиками, да, то есть очень, я очень много видел ситуации, когда редакция с коммерческой службой в контракт больших, да, когда они друг с другом не общаются, не разговаривают, каждый ведет свою политику, каждый, и там, да, тогда это все выходит на уровень, там, не знаю, генерального директора, и генеральный директор постоянно занимается тем, что разруливает какие-то ситуации, да, и всегда, понятно, в чью-то пользу, поэтому ищите компромиссы, договаривайтесь, договориться всегда можно, прийти к какому-то решению всегда можно, то есть, ну, только добрая воля, здоровый смысл. Спасибо. Ну, если говорить о взаимодействиях между рекламным отделом и редакцией, со стороны редакции, наверное, хотя, и с той стороны баррикад тоже бывали, долгое время. У нас есть четко прописанный, ну, не прямо так вот в граните высеченный, четко прописанный рабочий процесс, что, зачем происходит в работе с клиентом, на какой стадии с ним работает менеджер, на какой стадии подключается редактор, какой редактор к этой теме конкретно подключается, кто вырабатывает тему, куда дальше идут темы, как согласовываются, потом дальше, как формируется вот эта вот команда проекта, кто там обязательно должен быть, кому мы идем за конкретной этой иллюстрацией, кто конкретно вот это вот будет фотографировать. То есть, часто просто в таких ситуациях, ну, в редакции царит сумбур, поскольку каждый спецпроект, это новый какой-то проект. То есть, в этом спецпроекте нужно видео, в этом спецпроекте нужен интерактив, чтобы там кликать, там что-то взлетало, шевелилось, а в этом спецпроекте нужно просто качественная, хорошая статья, хорошее интервью с классным человеком, основная задача найти этого человека. Как дальше согласовывается, как показывается, как измеряется вот эти вот KPI, да, то есть, вся вот эта эффективность. Все это мы наработали, можно сказать, что часть этого ноу-хау мы принесли из рекламного агентства, потому что достаточно долго просто, мы вот морочились, как составить же этот идеальный бриф, для того, чтобы получить хорошее задание, понять, что на самом деле нужно бренду, да, потом поняли, что идеальный бриф составить невозможно, автоматизировать эту вещь невозможно, то есть, нужно работать с этим клиентом, и задавать вопросы, возвращаться с этими вопросами, часто это долго, то есть, если говорить о советах, мы поскольку именно это издание, мы начинали относительно недавно, хотя до этого опыт достаточно большой, и отрабатывали именно на нем те вот наши наработки, которые касаются нативной рекламы, даже в самом начале еще такого термина у нас на рынке не было. Основное это просто пытаться по максимуму вытащить информацию из заказчика. Если эта информация поверхностная, там, как обычно заполняют бриф, наша ЦА, это люди со средним достатком, там, 25-35 лет, преимущественно мужчины, там, ну, то есть, если это формально, не пытаться сразу же придумать эту тему, если вы о бренде знаете мало, да, не пытаться сразу выходить с какими-то идеями материалов, то есть, нужно просто максимум точных вопросов им задать, чтобы получить, и заполнить часто, даже до заполнить часто за них этот бриф, потому что потом просто через Ctrl-C, Ctrl-V, из этого до заполненного брифа вдруг появляется идея статьи. Вдруг она вот там вот есть, он сам ее сказал. Поэтому просто, ну, больше информации из них тянуть, больше общаться. Я, наверное, добавлю совсем немного, что мы принципиально, как коммерческий отдел, не занимаемся вопросами, которые касаются редакции, и не комментируем, если нам напрямую звонят по тому, либо иному спорному вопросу, либо по информационным каким-то поддержкам и так далее. Во-первых, чтобы экономить время коммерческих служб, во-вторых, чтобы каждый занимался своим вопросом, это очень важно и ценно. Так, у меня вот очень правильная мысль прозвучала, что мы про коммерческий отдел, что он не должен вмешиваться, но тоже должны говорить, да? То есть у нас есть какие-то внутренние правила, прописанные в документах, но они касаются не только журналистов, и даже не столько журналистов, сколько и рекламного отдела, что рекламный отдел не должен клиенту обещать, что журналисты о нем напишут, рекламный отдел не должен клиенту обещать, что журналист не будет про него писать, или там не будет, или вот прям сейчас уберет этот абзац из статьи, потому что, но когда ребята новые приходят в рекламный отдел, вот у них такие бывают порывы иногда, да? То есть... Можно нам еще один микрофон? Этот немножко умер. Спасибо. Ну, то есть, вот важно, чтобы рекламное отдел тоже был в курсе правил игры. Вот. И это у нас тоже есть. И да, вот, собственно, то, о чем я говорила, там, предупредить рекламное отдел о том, что вот у нас будет завтра проблемная статья, будьте готовы, или там, не знаю, уйдите в отпуск, или еще что-нибудь, просто чтобы уберечь чисто из человеколюбия, чтобы, ну, просто человек был подготовлен к какой-то конфликтной ситуации. Ну, плюс вот эти вещи, о которых я говорила, связанные с законом рекламы, и что еще? Наверное, вот такие основные моменты я и перечислю. Спасибо. Александр. Тоже коротко. Рекламный отдел, я даже не знаю, есть он у нас или нет, в таком виде, в классическом, потому что у нас, ну, нет рекламных материалов, а спецпроекты немногочисленные пишутся журналистами. Вот. Есть, есть ребята в отделе спецпроектов, есть рекламный отдел, который занимается, ну, наверное, в таком классическом, то есть продают баннерную рекламу. А, ну да, есть, конечно, получается, да. Мы с ними, сотрудничество, возможно, на кухне, там приготовить чай друг к другу или кофе. И в рамках спецпроекта, ну, это, за контент спецпроектов отвечает главный редактор пока что. Какие-нибудь есть советы молодым коллегам, начинающим? Как? Как выстроить работу, как? Да нет, надо оставаться, главное, с критическим взглядом на все. Вот. Не позволять задурить себе голову брендом или рекламным агентом и так далее. И тогда все будет нормально. Спасибо. И если у нас нет каких-то вопросов к спикерам, мы будем завершать и подводить какие-то итоги. Да? У вас будет возможность поймать их на выходе. у нас тут спускаться долго, вы успеете. Вот. Итак, сегодня мы попытались обсудить эту проблему, или не проблему, а эту радость сотрудничества редакции и коммерческого отдела, также взаимодействия с рекламодателем. Как стоит отстаивать свою позицию редакциям, придерживаться своей редакционной политики. И, конечно, все согласны, что нужно хорошенько изучать закон рекламы, консультироваться с юристами, также образовывать рынок рекламный, как-то работать с рекламодателями в том плане, чтобы они не диктовали какие-то условия, неприемлемые для редакции. Также образовывать свою компанию, свою команду, да, с людей, которые работают в проектах, спецпроектах и просто журналистов, проводить им какие-то обучающие дни, может быть, часы, минутки. потому что всегда, конечно, в любой редакции есть более опытные. Изучать, конечно, печальный и радостный опыт коллег из других медиа, смотреть, за что приходят какие штрафы, возможно, иметь какой-то фонд собственный для штрафов, который предназначен, в общем-то, для защиты особенно удачных и дерзких материалов. Что еще? Общение. Общение в качестве коммуникации как максимальной с рекламодателем, так и общение с коммерческим отделом. Пробивайте ваши стены, общайтесь и не только делайте вместе чай, но и делайте вместе проекты. Замечательная идея – это прописывать алгоритм, вообще работы, сам процесс, процесс как создания, так и согласования каких-то проектов, причем прописывать его поэтапно. Я думаю, что опыт у всех совершенно разный. Что касается упоминаний брендов, не нужно бояться выставлять какие-то свои условия и нужно упоминать о любых активностях, как хороших, так и не очень хороших, стараться. Во всяком случае, все, что подпадает, то, что находится в рамках закона, закона о СМИ, закона о рекламе, вот, и я не буду дальше занудствовать, потому что все самое главное мы уже сказали. Вот, большое всем спасибо, что вы сегодня пришли, и я думаю, что вечер был полезным. Мне так точно. Спасибо.